МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ангелы в белых халатах в КБ номер 50 наградили медработников, оказавших первую помощь, пострадавшие при ДТП на Октябрьском проспекте. О долгострое, детской преступности и криминальной обстановке в городе представители прокуратуры и следственного отдела Сарова встретились с журналистами. В здоровом теле здоровый дух. 13 августа отмечают День физкультурника. Далее расскажем обо всем подробно. 21 июня в Сарове произошло страшное ДТП. Молодой человек сбил женщину на пешеходном переходе на Октябрьском проспекте. Пострадавшая оторвала ногу. Первыми ей на помощь пришли врач и медсестра детской поликлиники. Быть медиком – сложная задача. Надо быть готовым в любой момент, когда понадобится прийти на помощь людям. Утром 21 июня Светлана Зворыгина начала обычный прием здоровых детей в поликлинике на Октябрьском проспекте. А в это время в нескольких сотнях метрах от нее уже несся молодой мужчина на красный киа. Через несколько секунд он сбил женщину на пешеходном переходе. Услышали в коридоре какой-то шум, какое-то волнение. В кабинет кто-то из сотрудников или из очевидцев забежали. Сказали, что на пешеходном переходе произошло ДТП. Есть, так сказать, пострадавший человек. Требуется медицинская помощь. Ну и услышали фразу, что повреждение конечности, то есть ампутация ноги. В утро я обрабатывала кабинет, готовилась к приему пациентов. Забежала Светлана Григорьевна. Она мне сказала, говорит, бери жгут, бери перчатки. Ну вот я взяла там все самое необходимое, да, что попалось под руку, что в принципе. И побежали. Когда уже увидели, то вот я руководствовалась назначением Светланы Григорьевны. Она мне говорила, что делать. Я выполняла. Как рассказали медики, время тянулось бесконечно, хотя реанимобиль приехал быстро, за 4 минуты. Уже потом, когда пострадавшую оперировали в нашей больнице, сотрудники скорой позвонили в поликлинику на Октябрьском и сказали, что врач и медсестра все сделали правильно. Четкая слаженность действий Светланы Зворыгиной и Елены Рябовой спасла жизнь пациентки. Хотя с оказанием первой помощи обеим приходилось сталкиваться только во время учебы. Одно дело, когда ты это на манекене, на своих, так сказать, друзьях по группе, да, пытаетесь там шину наложить или жгут, или что. А это реальная жизнь. Здесь, конечно, нужно быстро думать, быстро делать. Пациентке предстоит еще долгое лечение и реабилитация. Но самое главное, она осталась жива. За помощь пострадавшей представители администрации города и больницы в торжественной обстановке вручили Светлане Зворыгиной и Елене Рябовой благодарственные письма. Я горд, что вы работаете и являетесь частью нашего коллектива. Я вам благодарен за вашу профессионализм, вашу так честную и грамотно сделанную работу. Спасибо вам огромное. До 20% стоимости путевок можно будет вернуть с 1 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил сроки осеннего этапа программы туристического кэшбэка. Принято решение запустить его с 1 октября. Он продлится до 25 декабря, заявил он на совещание развития индустрии туризма и гостеприимства. В этот период нужно будет совершить поездку, а в части круизов с 1 сентября и до завершения навигационного периода. Продажи туров начнутся 25 августа. В программе участвуют все регионы страны. Мишустин рассчитывает, что осенним туристическим кэшбэком воспользуется около 600 тысяч человек. Дети нижегородцев, принимающих участие в спецоперации, будут получать дополнительные стипендии в размере 10 тысяч рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. С 1 сентября выплаты будут перечислять ученикам 10-11 классов, а также студентам колледжей и вузов. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. В приложении Госуслуги авто теперь можно оформить ДТП через сервис Европротокол онлайн. С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Эта функция пополнила достаточно широкий набор возможностей. От хранения цифровых копий документов на автомобиль и до оформления купли-продажи, которые сегодня могут получить через Госуслуги автовладельцы. До 100 тысяч за шум от мотоциклов и машин. Такое наказание предусматривает новый законопроект. Авторы документа предлагают увеличить штраф для владельцев, на чьих транспортных средствах установлена прямая система выхлопа, создающая сильный шум. За повторную езду с максимальным шумом автомобиль или мотоцикл отправят на штрафстоянку на 3 месяца. Кроме того, нарушителей планируют привлекать к общественным работам сроком на 7 дней. Проблемы долгостроя, невыплата заработной платы на сумму больше миллиона рублей сотрудникам саровского предприятия, обстановка с детской преступностью в городе. Эти и другие вопросы о жизни Сарова обсудили прокурор и руководитель следственного отдела на пресс-конференции с журналистами. Подробности далее. Контракты с подрядной организацией ООТСК по строительству 11-й школы на улице Зорге и Центра культурного развития «Расторгнуты» подрядчика привлекли к административной ответственности. Сейчас проходит предварительная прокурорская проверка его действий на предмет недобросовестности, халатности и признаков хищения, сообщил журналистам прокурор Сергей Шляпников. Если соответственно мы установим, что признаки хищения или какой-то недобросовестности и халатности, соответственно мы будем вынесены постановлением порядка 2-2-3-7, и решим вопрос о возбуждении уголовного дела. Но опять же пока проверка проводится и о результатах вам сказать не могу, по результатам будет известно, что там будет с этими объектами. Но фактически сейчас прилагаются все усилия, чтобы нового подрядчика найти для того, чтобы все-таки завершить строительство. Не обошли вниманием и резонансное дело о невыплате заработной платы сотрудникам одного из саровских предприятий на сумму свыше миллиона рублей. По версии следствия, в период с декабря 2021 по май 2022 года подозреваемый не выплачивал заработную плату своим работникам. По результатам прокурорской проверки в отношении генерального директора научно-исследовательского предприятия возбудили уголовное дело. Во избежание таких ситуаций на городских предприятиях прокуратура проводит ежемесячные мониторинги, рассказал Сергей Шляпников. Если мы видим о том, что получается динамика к тому, что выплачивать заработную плату проблематично будет на предприятии, естественно, мы принимаем мерки, просто реагируем. То есть это, как сказать, представление, административный ресурс административки, также и, так скажем, предостережение о том, что в случае неуполнения будут приняты иные меры. Ситуация с детской преступностью в городе стабильна, рассказал руководитель следственного отдела Максим Елисеев. За последние годы число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, держится на одной отметке. В частности, за первые полгода зафиксировали три таких преступления. Праздник, охватывающий почти всех. День физкультурника не только для профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, например, бегает по утрам, танцует зумбу или любит велопрогулки. В этом году Всероссийский праздник спорта выпал на 13 августа. Наша съемочная группа узнала, каким спортом занимаются саровчане. Бодрость духа, грация и пластика. Праздник Дня физкультурника получил свое широкое распространение в 30-е годы 20 века, когда у всех на слуху был лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Сейчас праздник спорта стал ежегодным и отмечается в России во вторую субботу августа. А любят ли заниматься спортом саровчане и какому виду физической активности отдают предпочтение? Я только зарядку делаю сейчас. Большим спортом я никогда не занимался. Так гражданским участвовал в этих соревнованиях. Но всегда с удовольствием. Я думаю, что только польза от него. ГТО, там, на кельчем. А почему нравится заниматься спортом? Ну, тело подвижное, еще становятся мышцы хорошо и по настроению. Нужно поддерживать урожай. Нужно выкашивать траву. Нужно следить за сохранностью строения огородных. Короче говоря, это тоже помогает вести здоровый образ жизни. Время от времени, когда есть настроение, желание и возможности. А ну, какие виды физических упражнений предпочитаете? Мне нравятся именно конкретные виды спорта. Я занималась немного скалолазанием. И время от времени возвращаюсь к этому. Только в домашних условиях так вот. Но очень хорошее дело – это спорт, здоровый образ жизни. Это, наверное, будущее и настоящей молодежи. И вообще, ну, как бы это даже необходимо для здоровья. Для саровчан спорт – это норма жизни. А поддерживают свою физическую форму. Горожане по-разному. Кто-то плавает, выполняет зарядку дома. А кто-то просто занимается физическим трудом. Мы продолжаем нашу рубрику «Ищу хозяинов», в которой рассказываем о животных приюта Мурдом. Наша цель – помочь им найти любящую, заботливую семью. В этом выпуске поговорим о королеве и ее пушистых соседях по вольеру. В первом вольере Мурдома – сборная солянка котов. Сюда попали и с улицы, и из квартир. От казняки, как, например, королева. Историю кошки банально взяли, поиграли и сдали под предлогом аллергии, рассказывают волонтеры. Потом эти же люди взяли другую кошку. Королева у нас сидела месяца два. Мы не могли у нее даже убраться. Очень сердитая была такая. Сейчас она адаптировалась. Сейчас ее можно погладить. Сейчас ее любят вкусняшки. Любят, чтобы ее погладили, почесали. Потому что были колтуны у нее, мы вычесывали. Королева очень ждет своего человека. Ей же надо кем-то командовать. Лучше всего ей подойдет семья, ведущая спокойный, размеренный образ жизни. В вольере она держится особняком. Главенствующую роль играть не получается. Здесь есть свой вожак – Ева. Ее принесли с улицы. Изначально кошка была очень дикая. Но волонтерам удалось ее приручить. И ласковее теперь сложно найти. С другими кошками Ева довольно строгая. Ева у нас здесь типа смотрящий. Она за всеми следит. Что не так, она может и лапой немножко поддать, чтобы порядок навести. Также в этом вольере живет Матроскин. Попал сюда с заправки. Мега ласковый котик подойдет в семью с детьми. Он сам еще ребенок. Любит бегать, прыгать и играть. Матроскин и все его соседи стерилизованы, привиты, едят любой корм и дружат с ладком. Узнать подробнее о королеве Еве Матроскине и их соседях по вольеру можно у волонтеров по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Темные, светлые, чистые, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 13 по 14 августа там проходит медовая феерия. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльца это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соту она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пиргой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пиргой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек, натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна новая акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 13 по 14 августа с 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова